Пожалуйста, уважаемый Александр Георгиевич, спасибо, что остались на двустороннюю встречу после вчерашней наших мероприятий в рамках СНГ. На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными, мы поговорили по целому ряду направлений о развитии отношений со сторонами СНГ. Но сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша, поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии по результатам строительства союзного государства. Действительно, у нас в этом году сделан существенный шаг вперёд в ходе согласования позиций по основным управлениям. 28 программ развития союзного государства приняты, причём это ключевые вещи, которые, может быть, незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов для обоих государств. Это, прежде всего, финансы, это налоговое, таможенное законодательство, фискальное. Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран. К сожалению, в этот пандемийный 2020 год у нас произошёл спад в объёме товарооборота почти 17%, зато в этом году почти 36% уже рост. То есть мы покрыли всё, что потеряли в предыдущие, в 2019 году, и добавили почти в два раза. В этом плане, мне кажется, мы должны поблагодарить наших коллег из правительства России, из правительства Белоруссии. Намечены серьёзные планы по реализации нашего взаимодействия. Мы уже сейчас почти час с вами разговаривали. Я хотел бы и вас тоже поблагодарить за то, что вы эти процессы неизменно поддерживаете. И надеюсь, что мы будем так же продуктивно сотрудничать и в наступающем 2020 году. Спасибо, Владимир Владимирович. Я также очень положительно оценив вчерашнюю нашу, вроде неформальную встречу, а удалось выйти на принципиальные вопросы, особенно там, где не получалось, где как-то не додумали, гуманитарные области, связанные с наукой, русским языком и так далее. И приятно удивили все коллеги наши, которые поддержали ваши предложения по многим гуманитарным вопросам. Я думаю, потом, со временем вы об этом сами скажете людям. Но это было хорошее, хорошее очень мероприятие, доброе, тёплое. Мы ещё раз увидели, что руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики. Благодаря России, конечно, России достается, всегда и досталось от этого, но вы показали этим самым свою надёжность. И это вот поведение всех нас, глав государств, свидетельство о том, что мы понимаем, что происходит, люди понимают в наших государствах, и очень большой крен, я уже человек опытный в этом плане, вот произошёл очень большой крен в сторону нашего единения и вместе решать вопросы. Вы упомянули наши договорённости с вами недавние по поводу строительства союзного государства. Созданы группы в правительстве, которые должны наши договорённости реализовать в законодательных актах Беларуси и России. В этом направлении работаем, чтобы те контуры, которые мы обрисовали, чтобы они приобрели конкретику. В этом направлении работаем. Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я вам очень благодарен. Очень благодарен вам лично, прежде всего, за то, что вы сделали для Беларуси, и за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам мстить, дело не в лесте, а дело в том, что любое предложение, которое мы вносим или просьба, вы делаете поручение тем иным людям. Отзываются и компании российские, и правительство российское, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудно-санкционное время. Нас продолжают душить, душить. Пять пакета увели, поговаривают о шестом каком-то пакете, притом безмозглое, никому не нужны эти санкции, и то, что мы прибавили товарооборот. И ВВП у нас выросло за этот санкционный год на фоне пандемии. Поэтому большая заслуга Российской Федерации и наших друзей, пусть в меньшей степени, на международной армии. Я публично, искренне вас за это благодарю. Вы помните, что как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу никогда не останемся. Белорусы в долгу не останутся. Думаю, что мы много еще сможем сделать. И я вас давно просил, чтобы мы не останавливались в сотрудничестве в оборонной отрасли и в ВПК. Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наше совместное учение, чтобы мы продолжили создание центра по обучению наших ребят, прежде всего, новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем. И вот процесс учения останавливать не надо. Я знаю, вы, ваши военные, рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет. То есть по всем направлениям мы сотрудничаем, и это будем делать всегда. Как вы и предлагали, мы проведем в начале года, там военные согласуют в марте, в феврале, не знаю, когда они решат. А что касается экономики, то хотел бы отметить, что и наши эксперты считают, что экономика в Беларуси находится в хорошем состоянии, финансы просто, и, по-моему, профицит даже какой-то намечается. То есть в целом Беларусь для нас надежный партнер, даже исходя не из каких-то политических соображений, а исходя из того, как складывается ситуация в экономике, в реальном секторе экономики. В этом смысле, мне кажется, мы многого добили за последний год, и надеюсь, что так и будет в следующем. Владимир Владимирович, Вы поддержали, спасибо. Процессы кооперации, импортозамещения, оказывается, мы можем многое сделать. И, мне кажется, с нашей стороны тоже был хороший шаг – это допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий, но и для нас это на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке. Лучше мы будем конкурировать с российскими компаниями. Это так и есть. Это уровень внутренней конкуренции должен быть обеспечен. И это в этом смысле абсолютно осознанный шаг, который пойдет на пользу как Беларуси, так и России. И мы же договорились. Спасибо, опять же, что Вы поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа. Мы очень многое можем делать по кооперации, тем более они востребованы для российского авиастроения. Абсолютно. И нового Вашего самолета. Это будет, по результатам нашей встречи, еще одно из поручений правительства.